Итоги уходящей пятницы Кто станет делегатом? Нечис на руку. Бобруйский автослесарь обокрал истул. Кто носил вещи через умевшиеся в заборе повреждения? Удалось ли нажиться? Средний чек. В торговых центрах снизились цены на овощи. Очередей особо нету, продукты есть, хватает всего. Что еще изменилось? А также белорусский торф, регулярный рейс, климатический феномен. В стране температура воздуха растет в 3,5 раза быстрее, чем по всему миру. С чем это связано? Качество, инновации и доступность. Холдинг Бобруйс Агромаш расширяет сотрудничество с азиатскими странами. Компания уже имеет подтвержденные заказы с Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией на 2023. Наиболее востребованы там тракторные прицепы, почвообрабатывающие, кормозакотовительная сельхозтехника. Подробности у Татьяны Горбович. Бобруйск Агромаш доказал всему миру, белорусской технике можно доверять на все 100. География поставок свыше 40 стран. Компания выпускает широкую линейку конкурентноспособной продукции, которая закрывает весь производственный цикл в сельском хозяйстве. От предпосевной подготовки почвы и внесения удобрений до машин по уборке урожая. Развитие экспорта – стратегическая задача, которой здесь уделяют самое пристальное внимание. Одно из перспективных направлений сотрудничества – рынок Средней Азии. У региона свои уникальные отличительные особенности – климатические, по выращиванию культур и способам обработки. Наше предприятие, понимая конъюнктуру данного региона, а также имея значительный конструкторский состав и обладая техническими возможностями, предлагает конечному потребителю сельскохозяйственную технику, уже доработанную согласно требованиям данного рынка, что, естественно, помогает увеличивать объемы поставок. Бобруйск-Агромаш уже имеет подтвержденные заказы с Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией на 2023-й. Наибольшей популярностью там пользуются тракторные прицепы, почвообрабатывающая и кормозаготовительная сельхозтехника. Местные аграрии давно оценили надежность белорусских агромашин. Но основными стратегическими партнерами холдинга по-прежнему остаются Россия и Казахстан. На Республику Казахстан на сегодняшний день составляет поставки около 6 миллионов долларов. Российская Федерация закупает техники ежемесячно минимум на 110 миллионов России. На Российской Федерации и Казахстане представлена вся линейка нашей техники. Но в связи с сезонными работами сейчас востребованы прицепы, полуприцепы, машины для внесения минеральных удобрений. Но в дальнейшем это, конечно же, кормораздатка. Бобруйск-Агромаш никогда не стоял на месте и двигался в ногу со временем. Сегодня держит руку на пульсе и следит за малейшими изменениями рынка. Ежегодно здесь производят новые виды техники и модернизируют машины, которые уже давно запущены в серию. Только в этом году холдинг обновил ассортимент продукции почти на треть, а за последнее десятилетие более чем на 40%. В этом году широкую модернизацию претерпели пресс-подборщики. Мы освоили новую линейку пресс-подборщиков ПРС-145 США. Это пресс-подборщик с широким новым механизмом подборки, также с возможностью упаковки в сетку. Несмотря на санкции, многие страны Евросоюза по-прежнему охотно закупают сельхозтехнику марки Бобруйск-Агромаш. По портфелю заказов можно изучать географию. Более того, в этом году новыми торговыми партнерами холдинга стали Норвегия и Германия. Вся продукция сертифицирована согласно требованиям норм безопасности ЕС. Плюс компания предлагает покупателям хорошее соотношение цена-качество и технические характеристики, которые не уступают агромашинам мировых брендов. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Горе-коммерсант. Бобруйский автослесарь обокрал станцию технического обслуживания. 54-летний мужчина вынес место работы запчасти, наборы инструментов, масла и не только. Товар планировал реализовать. Для этого зарегистрировался на одной из торговых площадок и дал объявление о продаже. Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горосполкома выяснили, что автослесарь выносил вещи через умевшиеся в заборе повреждения. Общий ущерб свыше 2300 рублей. Автослесарь задержан. Возбуждено уголовное дело. Важен каждый голос. В стране продолжается обсуждение проекта закона в Всебелорусском народном собрании. За круглым столом представители городской организации «Белая Русь», председатели переведчик и самые активные участники объединения. Спикер Вера Широкая, депутат и делегат шестого созыва ВНС. Всебелорусское народное собрание приобретает новый статус и смысл. Как оно будет работать, кто станет делегатом. Все ответы на диалоговых площадках. Обсуждение широкомасштабное во всех слоях, и в том числе с общественными объединениями, дает свой результат. И мы сегодня видим активное желание людей не только знать о том, что такое Всебелорусское народное собрание, но и стать его делегатами. Если говорить о функциях и задачах ВНС, то одним из главных будут обсуждения и принятие стратегии развития страны, военной доктрины, серьезные кадровые полномочия. Также делегаты смогут поднять вопрос о легитимности выборов или предложить изменения в Конституцию. Паралельная вакцинация первой партии, вторая четверть. На синих каникулах в лагерях страны оздоровятся более 62 тысяч детей. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Экспорт белорусской торфяной продукции за 9 месяцев вырос в 2 раза. Из-за энергетического кризиса поднялся спрос на брикеты и сушенку. Отгрузка на внешние рынки составила 140 тысяч тонн. Прорабатывается вопрос о поставках топлива в Китай. Первая партия уже отправлена железнодорожным транспортом. Более 6,5 миллионов белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Параллельно прививают и от гриппа. Эффективность действия препаратов в таком случае не снижается. К противопоказаниям относят лишь индивидуальные особенности, которые определяет врач. Белавиа возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан. Полеты будут выполняться дважды в месяц по вторникам. А с 1 декабря возвращаются маршруты по направлению Минск-Дубай. Они запланированы на каждый понедельник и четверг. Более подробно с тарифами и расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании. На осенних каникулах в лагерях страны планируют оздоровить более 62 тысяч детей. Для ребят будут организованы занятия по интересам, развлекательно-образовательные программы и экскурсии. Правоохранители проведут профилактические беседы, направленные на предупреждение ДТП и безопасное поведение в быту. Следующая четверть начнется 8 ноября. В Беларуси температура воздуха растет в 3,5 раза быстрее, чем по всему миру. К концу столетия среднегодовая может составить 10-12 градусов выше нуля. В целом в стране увеличивается продолжительность лета. Количество осадков в холодный период года немного повышается, а в теплое сокращается. В Беларуси снизились цены на овощи, морковь, свекла, репчатый лук, чеснок и яблоки впервые подешевели без учета сезонности. На прилавках должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливой стоимости. Это поручение президента. Поскольку обойдется полная корзина, узнала Ольга Васенда. Бобруйский рынок пользуется спросом как у покупателей, так и у предпринимателей. Об этом говорят цифры. Заполняемость – 72%. И это не предел. Стабильно здесь работают свыше полутысячи человек. За последнее время случаев расторжения договора аренды не было. Даже заявлений на отпуск. Заметно, что и с ассортиментом проблем нет. Большой выбор как детских, так и взрослых товаров, особенно на зиму. Тут же павильоны с фруктами и овощами. 500 работают предпринимателей, 42 человека физических лиц, торгующих с верхозпродукцией, и 27 юрлиц, работающих на рынке. Обстановка спокойная, рабочая, никакой паники. Все работает в штатном режиме. Всего в городе 5 рынков и 35 торговых центров. Полки заполнены. В действие вступила новая система регулирования стоимости, которая затрагивает 90% продукции. Введены предельные надбавки для импортеров и внутренней торговли от 15 до 60%. Повышение отпускных цен допустимо только по согласованию с госорганами. Исключение – алкоголь, табак, лекарства и топливо. Потребительская корзина в месяц для семьи из четырех человек в среднем обойдется в 738 рублей. Впервые за долгое время без учета сезонности подешевели овощи. Остановлен рост цен на крупы. И это при том, что некоторые оппозиции за год подорожали на десятки процентов. Президент поставил задачу вернуться в 2023 к однозначным величинам инфляции – не более 7-8%. На прилавках должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливой стоимости. Более того, продукция больше не делится на социально значимую и незначимую. Чтобы представители бизнеса могли задать вопросы по ценовой политике, Март создал онлайн-анкету. Заполняемость центра практически на 100%. Несколько осталось у нас павильонов, на которые тоже уже есть расчет. Ассортимент товаров очень разнообразный. Это начиная от продуктов питания до строительных материалов. Количество арендаторов на сегодняшний день более 40. Пока еще планируется заезд двух арендаторов на этой и на следующей неделе. Кстати, теперь стоимость на части кур и цыплят-бройлеров тоже формируется по-новому. Две полутушки передней и задней четвертинки не должны превышать сумму целой птицы. На филе тоже действуют ограничения. Максимальная оптовая надбавка и наценка в рознице – 15%. Ассортимент и хлеба, и молочных изделий, и колбасных, и мясных всегда очень большой. Когда с ребенком приходишь, достаточный выбор. Для ребенка молочной продукции, фрукты. Устраивает все, очередей особо нет, продукты есть, хватает всего. Вполне все устраивает, порядок, чистота и ассортимент, главное, радует. Позиция работников сферы торговли – не сбавлять оборотов. Новая система регулирования стоимости уже помогает. Главный посыл изменений – равные условия для всех представителей ритейла, искоренение посредничества и доступные цены. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Максим Галеонко, Бобруйск – 360. Сильная подача и хороший прием. Учащиеся бобруйских СУЗов определяли сильнейшего в волейболе. Отношения между собой выясняли женские команды. Всего семь сборных. Соревнования прошли в рамках круглогодичной спартакиады. В финальной встрече сошлись представители торгового и аграрно-экономического колледжей. На следующей неделе с 1 по 3 число здесь же на базе медицинского колледжа будут проходить зональные областные соревнования. Все игры прошли в упорной борьбе. Несмотря на итоговое распределение команд, главное – это пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА